Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! У нас сегодня на обзоре только верхняя одежда. Начнем мы с более легкой и продолжим более теплой. У нас будут курки, бомберы, тренчи, пальто. Интересное насыщенное видео, достойные вещи. Поехали! Начнем мы наш обзор, пожалуй, вот с такой легкой куртки от бренда Zarina в составе полиэстер, вискоза и эластан. Я себе выбрала 40 размер. Укороченная куртка снизу на резинке. Она не передавливает. И также здесь металлическая молния. Можно сказать, что это куртка-жакет, потому что она очень легкая. Материал не слишком мягкий, но комфортная. Садится она здорово. Длина рукавов мне в пору с небольшим запасом. И сама длина куртки мне идеально подошла. Так же, как и сам размер. Куртка без подклада. Она тоненькая. На начало осени прекрасно подойдет. По качеству здесь все идеально выполнено. Никаких торчащих ниток. Минималистичная модель. Ничего лишнего. Смотрится здорово. Эта куртка уже из денима. Джинсовая и с леопардовым принтом. Красивый принт. Не слишком яркий. В составе 100% хлопок. У меня размер S. Куртка без подкладки. Она достаточно мягкая. Тоненькая. Дополнена декоративными карманами. Классический воротник. И застегивается она на металлические пуговицы. Куртка неплохая. Смотрится она здорово. Стильно. Но здесь есть такой небольшой минус. Торчат кое-где ниточки. Прошита она желтыми нитками. Мне это очень понравилось. Небольшая такая акцентная деталь. Куртка очень мягкая. Деним приятный. Но за счет вот этой мягкости она не держит форму. Я бы сказала, что это не куртка, а джинсовая рубашка. Хотя деним достаточно приятный. И по поводу пуговиц. Сделаны они достаточно качественно, но очень легкие. Напоминает немножко алюминий. Хотя сделаны они добротно. Мне больше нравится, когда пуговицы тяжелые. Выглядит это дороже и как-то приятнее тактильно. В общем, куртка очень комфортная. Легкая, невесомая. Куртка-рубашка, я бы сказала. По качеству не идеальная, но смотрится здорово. Следующий посмотрим с вами джинсовую косуху в сером цвете. Практически в черном. У меня размер S. Застегивается она на кнопки без подклада. Присутствует небольшой эффект варенки. Качественно прошита. Кнопочки работают идеально. Мне понравилось, как она садится. Здесь заложен небольшой оверсайз, но не смотрится громоздко. Актуальная куртка, которая будет еще в моде не один сезон. По длине у меня размер идеально подошел. Рукава с небольшим запасом. Здорово смотрится. Красивая куртка. И качество отличное. Еще одна косуха из эко-кожи. И эта куртка прям покорила меня своим качеством, своим дизайном. Она садится просто великолепно. Я себе выбрала минимальный размер. Это S. Куртка прямого кроя. Есть несколько карманов, которые застегиваются на молнию. Также сама модель застегивается на металлическую молнию. Куртка дополнена широким ремешком. Он регулируемый. На рукавах также имеются молнии. Вы при желании можете их расстегнуть. И рукав будет более свободный. Присутствуют небольшие светлые потертости. Очень здорово смотрится. По качеству все идеально прошито. Мне очень понравилась модель. Она не тяжелая. Комфортная в носке. В этом размере куртками села и подлиннее, и посвободнее, чем на модели в карточке предавца. Мне, на мой взгляд, понравилось больше, как смотрится на мне, чем на модели. Пришла она аккуратно запечатана. Все замочки были обмотаны дополнительной защитной бумагой, чтобы они не поцарапались. В идеальном состоянии куртка. И качество великолепное. Эта красная куртка от Mango больше напоминает твидовый жакет. В составе 77% хлопка, 23% акрила. И подкладка 52% вискозы, 48% полиэстера. Укороченная длина, прямой фасон и рубашечный воротничок. Также здесь два нагрудных кармана и застегивается куртка на кнопки. Кнопки идут в тон к изделию. У меня размер XS. Я считаю, что размерная сетка совпадает. На мне куртка выглядит так же, как на модели в карточке продавца. Ткань приятная, плотная, мягкая. И бахрома такую изюминку придает изделию. Цвет красный, без малинового потона. Очень понравилось, как смотрится с классическими низами. И я думаю, также под casual стиль эта куртка прекрасно подойдет. Рукав по длине мне в пору. Если хотите, чтобы она села немного оверсайз, то, думаю, лучше брать на один размер больше. В целом, для такого состава модели и качества куртка прекрасная. Еще одна укороченная оригинальная куртка от Mango в синим, насыщенном, глубоком цвете. В составе 55 хлопка, 45 полиэстера. Аппликация из 100% хлопка. Рубашечный воротничок. Рукава мне с запасом. Спереди декоративные карманы. И застегивается на металлические пуговицы. Стильная куртка. Мне очень понравился цвет денима. Как видите, передняя часть именно из денима выполнена. А рукава из такой плотной вязки. И манжеты выполнены из денима. Они не тянутся. Держат форму. Такие достаточно плотные. Как будто там есть какой-то еще подклад. Пуговицы плотные, тяжелые. Выполнены прекрасно. В носке она комфортная. Деним плотный. Держит форму. Но очень приятный тактильно. Рукава очень мягкие. Пряжа качественная. Куртка прошита коричневыми нитками. Красиво сочетается с коричневыми сумками и светло-коричневой обувью. Пишется в абсолютно любой стиль. Кэжуал, классический, спортивный, деловой. Прекрасное качество. И модель очень оригинальная. Эта куртка из пиджачной ткани в красивейшем цвете Camel. Здесь прекрасный состав. Шерсть, полиэстер, вискоза, полиамид. Она без наполнителя, без подкладки. У меня в сороковом размере. Застегивается на металлическую молнию в серебряном цвете. Прямой крой и воротник стойка. Некоторые вещи, конечно же, вы могли видеть у меня уже в предыдущих обзорах. Но, тем не менее, здесь есть то, что вы еще не видели. Эта куртка мне очень понравилась. Минималистичный крой. Ткань плотная, имеет небольшой ворс. Это прямая модель. Она не слишком оверсайз. В то же время она не приталенная. По длине мне размер прекрасно подошел. Отлично она держит форму, как и сам воротник. Все работает молнией прекрасно. Из-за шерсти в составе ткань немного колется. Но это лишь на голое тело. Осенью вы все равно в таком виде носить ее не будете. Отличная куртка. Прекрасно прошита. Это куртка для тех, кто любит комфорт, минимализм и в то же время актуальность. Такую модель бомбера вы наверняка часто встречали и в пинтерест, и на маркетплейсах. Они практически представлены у каждого бренда. У меня бренд BeFree. В составе полиэстер и вискозы и подкладка из стопроцентного полиэстера. Куртка дополнена двумя карманами с клапаном спереди и металлическими кнопками. Воротник идет на резинке стойка, так же как и манжеты. И они достаточно широкие и эластичные. Прекрасного качества куртка. Держит форму идеально. Мне очень понравилась ткань. Несмотря на состав, она приятная к телу и вообще в носке. Эту куртку я покупала в прошлом году. И до сих пор она актуальна. И мне нравится, как она смотрится. Резинка внизу и на манжетах не передавливает. Она достаточно эластичная. Также ее можно подвернуть. Он будет смотреться более укороченный и немножко пообъемнее. Но мне нравится в любом варианте ее носить. Прекраснейшее качество. Идеальная модель. Не знаю, будет ли еще ссылка на эту куртку. Надеюсь, будет. Оставлю на нее. Так же, как и на куртке у других продавцов. Которые продаются на Валберис, на Озоне. Их огромное количество и в разных расцветках. Эту куртку однозначно могу вам рекомендовать. Носится она прекрасно. От BeFree посмотрим мы еще с вами вот такой бомбер. У меня в размере XS. В составе полиэстер. Застегивается куртка на металлические кнопки. Сбоку у нас два прорезные глубокие кармана. Куртка без манжет. Здесь просто прошит шовчик. И снизу эластичная широкая резинка. Здесь слегка приспущено плечо и широкие рукава. Подойдет не только на начало осени и на первые холода. Здорово смотрится. Кое-кде торчат ниточки. Но их убрать не проблема. В общем модель актуальная. Подойдет также под любой гардероб. И мне понравилась ткань с неэффектом такой букле. Она закручивается. Здорово смотрится. Ткань приятная в носке. Не колется. И форму он держит прекрасно. Еще один бомбер от бренда Zarina. Уже в сером цвете. Красивый графитовый цвет. В составе полиэстер. У меня размер XS. Застегивается он на кнопки. Сбоку два прорезных кармана. Достаточно глубокий воротник. Стойка. Манжеты и воротник на эластичной резинке. Ткань очень приятная. Тактильная. Несмотря на состав. Держит форму прекрасно. Не слишком громоздкий. Размер мне идеально подошел. Красивейший цвет. По качеству никаких претензий нет. Все идеально прошито. Единственное я уже упоминала ранее в видео. Потому что этот бомбер я уже показывала в других обзорах. Под горло. Если вы застегиваете полностью куртку. Слегка здесь плотновато. Но я думаю резинка растянется со временем. И будет все комфортно. В остальном никаких претензий нет. Прекраснейший цвет. Качество отличное. Этот тренч. Как и следующий. Который мы с вами посмотрим. Покорил мое сердечко. Своей актуальностью и качеством. В составе полиэстер, вискозы и хлопок. Плащ идет в едином размере. Материал практически не мнется. И я думаю он прекрасно будет защищать от ветра. Ширину манжет вы можете отрегулировать. Здесь уже все предусмотрено. Этот плащ уже с подкладкой. Держит прекрасно форму. Подойдет и на начало осени. И я думаю до первых холодов. Все в нем прекрасно. Карманы сбоку полноразмерные. Актуальная модель представлена в разных цветах. И в бежевом, и в оливковом. Здорово. Смотрится. Качество просто великолепное. Пришел он отлично сложен. Практически не мятый. И ткань кстати тоже не мнется. Она плотненькая. И отпаривается очень легко. Он не тяжелый. Смотрится здорово. И в расстегнутом виде. И на запах. Классная вещь. Второй тренч в оливковом цвете. От манго. В составе хлопок полиэстер. Этот цвет наверное больше уходящий в хаки. Здесь также водоотталкивающая ткань. Имеется подкладка из 100% полиэстера. Рукава имеет пуговицы на манжетах. Вы также их можете регулировать. Сзади у нас имеется шлиса. Которая застегивается на пуговку. Здорово смотрится. Какая такая оригинальная акцентная вещь. Но пуговицы вы можете расстегнуть. У вас шлиса будет более высокая. Здорово смотрится. Что-то такое новенькое. Этот тренч у меня уже в размере XS. Есть даже меньше. Мне понравилось как он сел. Я думаю здесь должен быть воздух. Должно быть свободное место. Мне понравилось его носить на запах. Хотя имеются пуговицы. Модель на распродаже. Может быть это была какая-то коллекция. Посмотрите. Размеров осталось не так много. Этот жилет я смело отнесла к верхней одежде. Потому что он утепленный. И с легкостью заменит вам куртку. Если вы его наденете на лонгслив. Утепленный с ворсом. Свитшот. Можете носить его смело даже в колода. В составе полиэстер, шерсть, вискозы, полиамид. У меня в размере XS. Это минимальный красивый светло-серый цвет. Однотонный. Застегивается он на металлические кнопки. Здесь прямой крой. Сбоку имеются глубокие карманы. Плотный. Теплый. Но в то же время, конечно, он может добавить целиком объемов. И увеличить вас в размерах. Но мне понравилось, как он смотрится. Прошит он качественно. Воротник также набит. Он теплый. Легко застегивается под горло. Будет все очень комфортно. Снизу имеются кулиски. При желании вы можете их затянуть. И у вас получится такой эффект бомбера. Смотрится достойно. Трендовая модель. Я думаю, в ней будет комфортно. Она не будет сковывать движение. Потому что без рукавов. И на свитера, на жемпера с классическими брюками будет смотреться очень здорово. Классная жилетка. Однозначно могу рекомендовать. По качеству претензий никаких нет. Курки закончились. Давайте перейдем к более тяжелой артиллерии. Это пальто. И первое пальто, которое мы с вами посмотрим, это бренд Селла пальто-пиджак. Прекрасный, на мой взгляд, состав. Шерсть, полиэстер, акрил. И шерсти здесь 60%. У меня в размере S. Этот жакет выполнен из плотной пальтовой ткани. На основе шерсти. Поэтому будет смотреться не только стильно, дорого. Но также и согревать вас в первые холода. Свободный прямой крой. Здорово садится. Форму держит идеально. Ткань не супер мягкая. Скорее всего из-за шерсти он слегка колется. Но это лишь на голое тело. Качество неплохое. Единственное, он пришел в обычном пакете. Свернутый, но практически не мятый. Далее у нас легкое пальто уже в бежевом цвете. Схожем крое. В составе 70% акрила, 20% шерсти и 10% полиэстера. Ткань здесь рельефная. Немножко напоминает елочку. Пальто без утеплителя. Сбоку меняется два кармана с клапаном. Это двубортное пальто. Также в пиджачном крое. Качество прекрасное. Цвет освежающий. И приятная на него цена. Следующее пальто пиджак. В таком сложном цвете. Здесь у нас присутствует и немного желтый, зеленоватый подтон, бежевый. В составе вискоза, шерсть и акрил. У меня в размере XS. Однобортное пальто застегивается на две пуговицы. Сбоку два кармана с клапаном. Плотный, в то же время мягкий материал. Очень комфортный к телу. Идеально подойдет для повседневного и офисного стиля. Думаю в нем будет тепло. Модель прямого кроя слегка заложен здесь оверсайз. Дополнить его легким платком, либо шарфом, чтобы не продувалось горло. И будет смотреться прекрасно. Посмотрим с вами демисезонное удлиненное пальто в составе 60% шерсти и 40% вискозы. Материал подкладки из полиэстера. Сбоку два глубоких кармана, широкий ремень. Я бы сказала, что это классическая базовая модель пальто. На мой рост пальто село идеально. У меня минимальный размер. Но хочу отметить, что если вы планируете пальто носить на какие-то джемпера, плотные свитера, то лучше взять на размер больше. На тоненькие джемпера, блузки. Село оно прекрасно в плечах и в поясе. Но если бы мне захотелось надеть под это пальто свитер плотный, то уже оно бы сковывало меня в движениях. Было бы слишком плотно. И вообще, если вы любите более расслабленный стиль, также рекомендую взять на размер больше. Прошито пальто качественно, но по ткани она немного хрустящая. Есть слегка небольшой блеск. Я полагаю, что здесь все же больше синтетики, чем шерсти. Хотя заявлено шерсти 60%, но не буду утверждать. Говорю вам ту информацию, которая заявлена. Но ткань не очень приятная, тактильная, жестковатая и такой чувствуется скрип. Ссылку я, конечно же, вам оставлю. Рекомендовать однозначно это пальто я вам не могу. Но уже посмотрите сами, сделайте выбор уже на ваше усмотрение. В этом пальто-пиджаке заложен приличный оверсайз. В составе вискот и полиэстер. Производство Турция. У меня минимальный размер. Также пуговицы на рукавах. Мало того, что здесь оверсайз, здесь еще модные вот эти большие плечи. Смотрится в стиле 70-х. Но на мой рост немного громоздко. Мне показалось, он сел. Хотя приятный тактильно. Ткань мягкая за счет вискозы. И прошит он качественно. Я думаю, девочкам повыше он сядет прекрасно. Это модель для тех, кто любит быть в тренде. Кто следит всегда за модой. Здорово будет смотреться. Но мне немножко он как-то мишковат. Красивый цвет, актуальная модель. Кто любит быть в тренде, присмотритесь. На этом наше видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам было интересно и полезно. Если так, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всегда буду рада вашей отдаче. До скорых встреч!